Продолжаем выпуск. На этой неделе Печору посетил и епископ Сыктывкарский и Воркутинский Петерим. Первый день визита Владыка осветил основание храма в поселке Озерный. По проекту церковь будет совсем небольшая, именно такая, какая и нужна небольшому поселку, строят сами жители. Сегодняшнее мероприятие по освящению фундамента мне вообще приятно, что это значит маленькие местности с тысячным населением. Они у нас тоже борются за выживание, они не борются за веру деда в отцов, чтобы она была на месте творима. Храм должен быть на месте, это наш девиз. Потому что надо верить в Бога. Что нам остается еще делать? Только верить в Бога. Поэтому вот мы и начали, мы строители, сами строим, сами таскали носилки с цементом. Мы очень хотим, чтобы церковь была. Люди помогают, откликаются, и деньги собираем. И помогли всем, и цементом, и песком, и всем большое спасибо. И мы очень хотим, чтобы церковь была. Потому что у нас большое желание, чтобы церковь здесь была. Надо во что-то верить, чтобы дети не ходили где-то там, а чтобы вот, пожалуйста, приходили. И очень было много молодежи. Епископ провел литургию в храме Спаса Нерукотворного на берегу Печоры. А в Скоропослушническом женском монастыре состоялись ежегодные царские чтения. Посвящены они Дню памяти императора Николая II и его августейшей семьи. У нас действительно Печора взяла инициативу, и женский Скоропослушный монастырь справляется отлично. Но в других регионах царские чтения, они, так сказать, пересходят. С одной аудитории в другую, с одного города в другую. Ну, у нас такая стабильность. Я не хочу еще обидеть, так сказать, очень уважая 85-летнюю матушку-ягуменью. Но может быть и так, что пока она будет жить, а пускай она долго будет жить, то будем чтения царские проходить только в Печоре. Тема может быть действительно очень широкая. Ну, а у нас в этих рамках царских чтениях бывают ведь еще и оттенки Петра и Февронии. Вы знаете, в рамках царских чтениях мы чествуем вместе с, скажем, муниципалитетом, с светскими гражданскими властями. Вот эти семьи, кто прожили там по 30, по 50 лет в супружестве. То есть это не только действительно о царе одном, но и вообще о людях, которые пострадали в репрессиях. А Печора – это регион как раз массовых репрессий, поэтому я думаю, что мы этот вопрос обходить вообще не будем. Пусть он будет, потому что Печора является именно тем местом святым, где полегли кости невинных людей. Но расширять, конечно же, будем. Это я обещаю. И буду этому только рад.